Приветствую любителей предметно-материальной истории. Купюры с красивыми номерами и банкноты с производственным браком. Это инвестиции или иллюзии ценности, созданные коллекционерами. Обсудим после сюжета. Иногда, как говорится, цены не сложат. В прямом смысле слова, потому что, например, молодой человек решил продать пятитысячную купюру с заводским браком за 5 миллионов рублей. Необъяснимо, но факт. Единственное, что написал, что по цене возможен, конечно, торг, поэтому есть шансы немножечко опустить эту цену. Это просто шок-контент. Вообще банкнот в продаже очень много. И я понимаю, когда это какие-то юбилейные, заграничные, очень старые банкноты. Но иногда продаются даже те, которые сейчас в ходу. Ну, современные деньги. И продавцы говорят, что у них очень красивый номер. И именно поэтому такая цена. Так, может быть, сейчас у нас в кошельках настоящая ценность. И я предлагаю зрителям достать купюры, которые у вас под рукой. Внимательно на них посмотрите. И, возможно, вы сейчас узнаете, что вы обладатель не 50-рублевой купюры, а 500-й. Поэтому, друзья, все внимание на экран. Нам об этом, обо всем расскажет любитель антиквариата Алексей Виткалов. В коллекционные купюры с счастливыми или редкими номерами бывают различных видов или категорий. Это когда все цифры на купюре одинаковые. И плюс еще семерка считается счастливым числом. Вот пример счастливой купюры 50-рублевой. А вот пример купюры счастливой с семерками 100-рублевой. Также встречаются так называемые радары и антирадары. Это когда цифры в различном порядке расположены в своем ряду. Или начинаются и заканчиваются одинаковыми цифрами. Или от середины цифры начинаются. Это кому как уже больше понравится. Вот, например, здесь цифры, казалось бы, разные, но они одинаковые. От середины в середине стоит нолик, а оттуда уже расходятся остальные цифры. Либо другой пример, когда по краям стоят единицы, а в середине стоят нули. У каждого в кармане может оказаться, по сути, раритет купюра с одинаковыми цифрами. Главное, ее не мять. От этого стоимость значительно снижается. Встречаются иногда продавцы купюр с так называемым заводским браком. Технологический контроль на монетном дворе очень высококачественный. И, скорее всего, эти купюры были искусственно каким-то образом забракованы, измазаны растворителем для того, чтобы создать иллюзию заводского брака. Не ведитесь на эти ухищрения, коллекционирование купюр с редкими номерами. И вообще современных купюр, на мой взгляд, не имеет под собой никакого основания и нецелесообразно. Гораздо выгоднее инвестировать в серебряные монеты до 1930 года выпуска именно в российский и советский. Лен, ну как выяснилось, современные купюры вряд ли представляют какую-то ценность. Я выдохнула, потому что у меня в основном все онлайн расплаты. Заоблачные цены Авито и Елы демонстрируют абсурдную алчность случайных обладателей банкнот с красивыми номерами, получивших их в виде зарплаты либо на сдачу. У коллекционеров реальная стоимость этих купюр значительно ниже. А кроме того, коллекционные купюры практически не попадают в оборот, а изымаются для коллекционеров сотрудниками банков при поступлении из печати. Даже учитывая, что коллекционеры психически неуравновешенные люди, поиск эстетики в комбинациях цифр, напечатанных на цветной бумажке, вызывает много вопросов о желании обогатиться, продавая значительно выше номинальной стоимости предмет, не имеющий культурную, историческую и материальную ценность, и убеждая при этом в красоте номера, указывают на признаки мошенничества или симптомы шизофрении. Выполнив арифметические действия, учитывая в расчетах большое количество буквенно-цифровых комбинаций и регулярность обновленных эмиссий Банка России, можно предположить, что количество банкнот с красивыми номерами составляет десятки и сотни тысяч штук, в зависимости от красоты, замеченной владельцем в цифрах. После очередной денежной ремформы банкноты с красивыми номерами можно использовать как украшения в интерьере. Эстетическая и интерьерная ценность, как правило, не превышает их номинальной стоимости во время оборота. Хочу заметить, что выражаю свою субъективную точку зрения. Я не занимаюсь оценкой, покупкой и продажей современных купюр и монет. Реальную стоимость современных денег могут определить только аукционы коллекционеров. Мой друг и коллега Дмитрий профессионально коллекционирует и участвует в обороте современного коллекционного материала и может дать квалифицированную оценку и консультацию, а также предложить достойную цену. Ссылку на его контакты оставлю в описании к ролику. А дополнительное радушие можно получить по паролю «Антикварный ареал». Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересных историй о странностях антикварного ареала и его обитателей.